здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о таком замечательном виде спорта художественной гимнастике тем более что у нас здесь в студии человеку которого столько всевозможных звания все они заслуженные все они связаны с этим замечательным таким величавым видом спорта это наталья соколова президент федерации художественной гимнастики городского округа люберцы тренер сборной команды россии по художественной гимнастике президент ассоциации спортивных клубов московской области но и для того чтобы нам все-таки начать программу если мы перечислим все возможные данные звания и должности и в общем все-все-все-все награды то это просто за вас заполнить все время нашей программы здравствуйте наталья ну давайте начнем сразу с медали которая лежит перед вами потому что это сейчас самое такое дорогое видимо для вас самое важное это медаль со словом вижу азия откуда привезли в конце июля месяца в городе владивостоке состоялись всемирным как называется всемирная всемирные дети азии да это игры молодежные игры приравнивается они к олимпийским играм только среди детей и среди азиатской части нашей планеты вот так как мы евразию то мы тоже имеем право учиться от россии выступала две спортсменки одна из них наша люберчанка заняла первое место и соответственно привезли золотую медаль это соревнование а а медали вручаются спортсменки и тренеру или спортсменка вообще собрала весь комплект медали так как художественная гимнастика до этого на габаре первая медаль там она стала серебряным призером первое место заняла другая девочка на россии и четыре вида классификации это упражнение с обручем с мячом булавами и лентой в каждом в обруче и не удалось завоевать медаль но в мяче она заняла бронзу в булавах серебро а в ленте золото все варианты таким такой цвет такой цвет так как это по-женски наталья но это конечно же успеха безусловно тем более сейчас начиная вот со времен последних олимпийских игр все довольно сложно в мире спорта не хочется говорить о сложностях будем говорить о спорте об удовольствии вот мы по-прежнему самые сильные на мой взгляд да что мы продолжаем лидировать художественной гимнастика родоначальником художественной гимнастики является россия и даже пандемия не помешала этого нет и надеюсь не помешает то есть в чем успех почему мы так отличаемся от всего мира вот вы как все-таки не просто руководящий уже человек вы все-таки действующие вы чувствуете это прямо вот всем своим телом всем организмом почему чем мы таким отличаемся я имею ввиду наши замечательные девушки женщины тренерский состав от всего остального мира что у нас так все хорошо получается ну вот вы правильно сказали что наши девушки женщины они в принципе отличаются от всего мира они готовы к свершениям они готовы и в избух если надо про русскую женщину все знают и также наши спортсменки наверное одни из немногих которые которые готовы работать но фактически круглосуточно вид спорт у нас очень сложный а мы тренируемся по 8 часов в день ежедневно 6 раз в неделю с одним выходным ну и таких нагрузок вряд ли кто-то сможет другие странные другие виды спорта то есть от всего надо фактически отказаться на определенном этапе если это спортсменка который собирается стать профессиональной спортсменкой хотя жизнь я так понимаю молодой художественной гимнастки она все-таки носку какой предельный возраст так мы сейчас если говорим о профессиональной художественной гимнастики то ли за 14 лет и вот сейчас все проверено у нас 24 года они продолжают успешно то есть вот 25 это так уже такое будет да это да это порой предел то есть жизнь все-таки короткая но яркая да это интересно но много таких видов спорта где нужно спортсмену потом кто-то остается а в тренерском штабе да кто-то по-другому строит свою жизнь но так или иначе все начинается с гимнастики вот это слово гимнастика утренняя гимнастика сразу хочется до к нему привязать правильно или понимаю что в основе всего лежит простая элементарная казалось бы гимнастика которую вы доводите до совершенства абсолютно верно изначально девочки приходят на в 34 года и начинают с азов в дальнейшем не всем естественно удается продвинуться именно в художественной гимнастике но они очень востребованы во всех других видах спорта потому что основу заложена очень хорошая основа очень хорошая база для того чтобы проявить свои возможности то есть тело превращается в какой-то сплошной шарнир но я не сказал что в шарнир просто тело превращается что из него можно слепить в принципе все что угодно я тебя слепила всего чтобы хорошим опять же смысле этого слова вот давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям разницу между спортивной и художественной то есть спортивная это есть определенная ну догмы тоже да в спорте а без них никуда а художественная это все-таки несколько иной подход вот в чем разница глобально на мой взгляд художественная гимнастика все-таки отличается грацией пластичностью и изящностью и изящностью если просто гимнастикой занимаюсь я занимаюсь ею красиво правильно да на мой взгляд это самый красивый вид спорта для девочек который развивает и все группы мышцы и осанку и в принципе в первую очередь растет красивое поколение женщин русских вот эти мифы которые что вот когда спортсменка заканчивает спорт вот это который но долго не живут в нем да она значит если они будут заниматься спортом то она может тут же набрать вес что она может но жизнь не может как-то поменяться есть же такой миф что есть спортсмен останавливается я знаю много примеров как и члены сборной россии уст благополучно устраивали свою дальнейшую жизнь так и спортсмены совсем начинающего уровня так и не нашли себя в жизни это все зависит от человека от его целеустремленности от его желания вот говоря о вас а понятно что отдельно можно биографический такой очерк сделать вот как вы стали президентом федерацию на самом деле я как спортсмен была очень посредством спортсменам мне всегда было интересно наверно больше свершения и добивание какого-то результата не в плане физической да вот на а в плане наверное умственной и выстраивание каких-то взаимоотношений с людьми что процесс да интересует процесс развития мне все время хочется хочется что в спорте что в руководстве хотелось бы создавать создавать что-то новое продвигать это новое вперед а вот и начиная я с детства живу в люберцах родилась в люберцах тренировалась люберцах и по сегодняшний день живу в люберцах и самого моего детства мне хотелось нашу школу люберецкую художественной гимнастики продвинуть на более высокий уровень сначала мы дошли до сборной московской области теперь уже до сборной россии у нас очень высокий результат у нас одна из сильнейших школ московской области но и соответственно в россии конечно бы хотелось бы улучшение всего очень много желающих заниматься художественной гимнастикой для девочек не так много видов спорта но и наверное тут даже не всегда девочек это еще от родителей идет что они хотят чтобы их девочка занималась ваша задача еще же иногда бывает ну или задача ваших коллег получить ребенка у которого ну вы чувствуете что есть до данные то что же такой немаловажный момент мы поговорим еще об этом а он не хочет родители хотят такую что же вариант бывает да но наша задача как тренеров как специалист заинтересовал увлечь ребенка естественно если будет нравиться ребенка будет нравиться и родителю будет получаться очень хорошо работает тандем ребенок спортсмен родитель на всем есть ребенку и не ведется верно правильно ребенку некуда деться должен полюбить это а скажите а вы-то когда пришли в гимнастику в каком возрасте шесть лет шесть лет но это будет как познава тоже по тем временам это было нормально ничего супер успешного спорта я не добилась как спортсменка на мастером спорта стала над в те времена это было не на них не сильно сложно поэтому грубо говоря девочки до занимавшихся до 16 лет практически все становились мастерами спорта не ну так тоже на мой взгляд вы конечно я даже знаю как в таких случаях поступить вот но ведь понимаете когда человек занимается спортом профессионально это мы обыватели да нам кажется вот медали пьедестал слезы цветы не знаю там призы когда бросают девчонкам там всякие игрушки поклонники фанаты да это все замечательно но ведь это огромный труд поэтому слово посредственность которые вы сказали его не принимаю потому что для меня человека который с гимнастикой вообще всегда очень сложно договаривался скажем так вот тело как-то существовало больше туда в игровые виды спорта но если говорить о красоте и о понимании того что гимнастика делает с человеческим телом даст что она делать хорошего даже если ребенок но по каким-то знаете как бывает в жизни может быть и безумно талантлив но вот тут не совпало туда почему-то не получилось поехать вроде как обошли его супер награды даже не значит он он получил огромный такой в жизни такую ну то есть ему подарили новое тело у нас люди до сих пор живущие до конца дней своих не в курсе как у них тел это работает понимаете вот это уже хорошо однозначно дети которые приходят к нам самые маленькие как правило родители обращаются первый вопрос практически всех родителей как вы видите перспективы моего ребенка нормальный абсолютно вопрос но я с родителем разговариваю всегда на тему того что столько много всего должно сложиться какие вы видите какие вы хотели бы видеть перспективы своего ребенка я как тренер в первую очередь преследую чтобы ребенок был заинтересован чтобы он был здоров чтобы он занимался любимым делом занимался им с удовольствием а что получится это известно ну да это за совокупность возможных факторов но давайте мы сразу так как вы целый президент успокоим родители потому что сейчас они будут выбирать куда идти в том числе кто-то выберет именно гимнастику и переживают по поводу ну там я знаю что надо справку принести да если поступаешь вот с точки зрения здорового духа то есть опять же с одной стороны некоторые родители может быть бы отдали бы ребенка ребенок хочет но они боятся же там что-то такое будут из него всю кровь выпивать спортивную до пытать будут этими тренировками как раз происходит процесс но мы сами говорим все-таки о любительском сдача любит и шага не пшаем этот что там как бы до профессиональный спорт мы не будем его трогать это немножко другая история любительский спорт он основан первую очередь на любви на любви к детям и к любимому делу впервые поэтому вот я в этом убеждена и уверена что если ребенок будет любить тоже чем он занимается поэтому мы стараемся со своей стороны первую очередь заинтересовать ребенка никто ну по крайней мере в нашей в на в нашей художественной гимнастике люберецкой никто не собирается издеваться мучить заставлять принуждать у нас все происходит по обоюдному согласию ну как до этого сказала по любви понятно много приходит сейчас желающих пользуются до художественная гимнастика очень популярна но вы знаете вот так как я президент федерации и президент ассоциации спортивных клубов немножко есть градация между спортивными школами и спортивными клубами клубы это коммерческие структуры не говорит о том что это плохо или хорошо но родитель должен четко понимать что если он ведет ребенка в коммерческий клуб он занимается грубо говоря совсем любительской художественной гимнастикой о которой какой-то человек организовал который знает хоть что-то в этом да да общеразвивающий задаваем так непрофессионально почти художественная гимнастик да ну больше скажем так для развлечения это происходит для заинтересованности детей может быть это удобно около дома расположена мы сейчас делаем все со стороны федерации московской области россии для того чтобы развить именно коммерческие клубы чтобы они занимались именно профессиональной художественной гимнать у них были профессиональные соревнования ну чтобы их приравнять к спортивным школам в спортивной школе немножко другая политика немножко другая система подготовки если в клубах как мы с вами говорили получила трехлетний ребенок четырехлетний ребенок получает медальку да и все от этого счастья то спортивной школы все немножко сложнее потому что они работают на результаты они работают на выполнение разрядов у них идет комплектование вот давайте здесь сейчас остановимся потому что вот как раз спортивной школе мы поговорим во второй части нашей программы напомню что у нас гостях наталья соколова и прямо сразу чувствуется что это президент федерации художественной гимнастики городского округа люберцы за всю московскую область она еще в какой-то степени отвечает как президент ассоциации спортивных клубов вот обо всем этом о спортивной сказать составляющей мы поговорим во второй части нашей программы напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях наталья соколова президент федерации художественной гимнастики городского округа люберцы тренер сборной команды россии по художественной гимнастике президент ассоциации спортивных клубов московской области и много много других участий и ассоциирования во всевозможных организациях которые прежде всего связаны с развитием художественной гимнастики и так мы условно разделили на любительский такой уж совсем вид на где ребенок получает удовольствие все получают удовольствие но может быть он потом оттуда попадет и в профессиональных спортивную историю но чаще это все-таки потом заканчивается но поиском каких-то же других интересностей мы говорим о спортивных спортивная школа вы президент целой федерации и это значит дети как на которых делается определенные ставки ставки делают родители ставки делают тренеры как это работает как это работает ребенок приходит он проходит отбор то есть нельзя просто всех набрать желающие есть группы также как и в клубах так и в спортивных школах школах есть группы общеразвивающие но они сами отсеиваются там половинку нет проходят тесты контрольные нормативы соревнований которые переводят детей из групп в группы и соответственно повышается их спортивный уровень либо они заканчивают сами те кто не проходит контрольные нормативы и соревнования определенного уровня и в итоге допустим в набор к нам приходит около 50 человек ежегодно через года три их остается в лучшем случае 10 это те которые переходят на профессиональный уровень который уже начинают выступать за честь представлять московскую область и далее мы не говорим о сборной россии до сборной россии то что она не остается да когда мне ночь нормально должен быть такой какой-то отсек а что чем отличается характер этих ребят ну по идее если вы их все берете то более менее у них у всех здоровье одинаково да то есть от характера зависит очень важен характер более того проработав тренером больше 20 лет я убеждена в том что в принципе любой ребенок может добиться любых результатов при определенном складе характера истечении обстоятельств истечении обстоятельств это очень должно конечно много совпасть факторов но шанс есть совершенно у любого ребенка но тут же очень важный момент я тоже помню свою небольшую носики спортивную молодость где очень многое зависело еще и от тренера или это скажем так от команды которая готовит тебя тренеры и от команды твоих коллег потому что тут они вроде мы все вместе иногда мы конкуренты иногда тебе кажется что вот как кого-то отметили а ты вроде как ну то есть человеческий фактор же никто не отменил конечно тем более что у вас но по большей части мужской коллектив ну по крайней мере я имею ввиду что он был женский коллектив перепутал я имел ввиду что сейчас разные там варианты у нас готовятся но мужчина же может быть тренером каким-то или врач там в команде да но тем не менее женский коллектив это тоже отдельная история и когда речь идет о вот завоевание чего-либо подготовки как это все уживаются тут наверное не только тренерская тут еще воспитательная должна быть мне кажется художная гимнастика занимается очень большое количество детей и олимпийской чемпионкой например алина кабаева всем известны становится одна из миллиона занимающихся девочек поэтому очень сложно сложить все вот эти факторы успеха что должно чтобы все были чемпионы под какой звездой она должна родиться естественно это удача первое здоровье должно хватить правильная работа родителей и правильная работа тренеров переход из группы в группы из школы школы и потом новогорск сборная россии ирина александровна винар то есть это очень много должно пройти ступеней для того чтобы встретиться глазами здравствуйте я пришла как человек который активно занимается этой деятельностью и но вообще как тренер сборной целый сборной россии как чек который занимается московской областью вот большие города и города которые вроде бы рядом с большим городом все-таки они маленькие есть какое-то отличие вы имеете в виду вот москва и московская область давить везде много спортивных именно направлений художественной гимнастики где лучше детки вот я заметила тенденцию то что дети москвы немного ленивые меланхоличные москвы московской области скажем почему чаще всего среди из регионов добирают добиваются дети результаты потому что они более целеустремленные наверное я связываю связываю это с тем что они наверное хотят больше чего-то добиться достичь результатов запазы какой-то не занять свое место в жизни все-таки нашим деткам москвы и московской области больше видимо дано больше у них есть и меньше как раз и то есть им задать и нужен тот замечательный золотой пинок иногда который необходим от родителей да да ну я думаю что какой-то условный не физически конечно условный пинок безусловно существует и у тренерского состава у каждого свой подход своя школа но мы знаем одно что действительно мы самые лучшие в мире как посчитать сейчас будет сложный вопрос а не грозит ли нам опасность что мы так вот думаем что мы лучше лучше на каком-то этапе ведь все в жизни меняются мы вдруг у теряем эту лучшесть потому что это же представьте все время держать нужно напряжение мы делаем держим уже более 30 лет до ареста вот вы знаете в связи с не хотелось бы об этом конечно говорить это очень сложная тема и именно в этой ситуации которая сложилась сейчас потому что любой спортсмен должен иметь как мы сказали до этого фанатов поклонников признания то есть пока для нас закрыты мировые мировые соревнования очень сложно именно спортсменов сборной россии для спортсменов московской области города люберец любого другого региона в принципе не поменялось ника зуда заявить на более высоком уровне сейчас сложнее вот но тем не менее это же заставляет все равно работать мы все равно работаем как футбольные сборные как баскет но все все мне кажется мы сейчас работаем еще больше чем работали до этого плюс еще пандемия была там еще осталась часть какая-то нереализованного до наш старший тренер наоборот хочет показать всему миру что российские гимнастки они действительно самые лучшие они могут гораздо больше чем даже позволяют сегодняшние правила делается все возможное для того чтобы сохранить вид спорта и сохранить именно на уровне сборной на уровне лидеров мировой художественной гимнастики но очень сложно дается очень сложно найти мотивацию очень сложно найти желание это очень большой от действительно очень сложный труд это очень травмоопасно мы сейчас говорим о профессиональных художественной гимнастике очень все пока на сегодняшний момент это все сложно и я очень надеюсь что получится угрожать услуги условно у нас никогда никогда не бывает так чтобы не получилось поэтому потом у нас же шаг бы не было бы счастья да несчастья по малу бывает даже такая пословица вернемся к любительскому и к тому к тем родителям особенно бабушкам и дедушкам которые сейчас смотрят и видят как говорят таких случаях живого президента а правильно живью тем не менее сомнения бывают да родительская любовь она по-разному настроена кто-то и может быть и девочка хочет пойти а вот папа с мамой боятся что она там что-то сломает или что-то там потом вот эти вот боязни что спортсмены да они развиваются все хорошо но может чуть покалечиться там где-то упасть не так вот как правильно вы сказали бы этим людям у которых сами дети просятся что папа мама отведите меня бабушкой шкарите меня в художественную гимнастику я не знаю как что каждого родителя свой подход к своему к ребенку по воспитанию детей я считаю что лучше жалеть потому что сделал чем о том чего не сделал нужно попробовать в жизни все везде себя проявить то есть пока вы не попробуете вы не узнаете малантлива ваша или девочка в гимнастике либо в рисовании либо может быть в шахматах или в верховой езде это это можно понять только начав заниматься если ребенку нравится если у него получается есть мы не губана на том уровне на котором он начинает заниматься но очень сложно художе на гимнастика не такой травмоопасный вид спорта как может быть многие другие все-таки он эстетически красив он первую первые три четыре пять лет занятий они развивает ребенка в разных совершенно в разных направлениях я уже говорила что могут дети после трех-четырех лет занятий пойти в любой другой вид спорта либо вообще в другую деятельность но он уже будет организован он уже будет физически подготовлен то есть мне кажется любой вид спорта включая художественную гимнастику первую очередь дисциплинирует детей а также родителей потому что это вовремя нужно приехать вовремя нужно сделать уроки диета диета вы знаете тоже очень спорный вопрос мне кажется это миф художественной гимнастики да конечно же внешний вид гимнастики это 50 процентов успеха я никогда в жизни не залазил в тарелке к своим ученицам из не смотрю что они едят но когда я вижу глаза что она набрала несколько лишних грамм рачков да то килограмм этом аккаунта катастрофа граммов граммов у нас происходит с ней разговор и я объясняю что ты выбрала такой вид спорта художественная гимнастика внешний вид 50 процентов успеха если ты хочешь быть такой какой ты хочешь быть пожалуйста никто не запрещает ну тогда не обижайся на результат другое другое будет если хочешь быть успешный тогда смотри что ты делаешь как и в обычной жизни женщина должна следить за собой так как и гимнастка должна следить за собой что она кушает как она выглядит хорошо вернемся еще к самой гимнастике потому что мы не можем обойти уже частично я начал касаться это вопроса мужского женского подхода до мужские гимнасты тоже есть мы видим как они тоже сражаются на олимпийских играх тоже у нас там в мужской гимнастике бывали и провалы такие своеобразные и посложнее вся эта история вот кто-то гимнастика до считается абсолютно таким женским видом спорта это да в россии до за рубежом уже как бы все там ну там все как-то по другому происходит все это на меня еще удивило когда как это называется когда синхронное плавание даже вот возможно это тоже найдет свое место потому что опять же если как смотря как рассматривать почему художественная гимнастика мы смотрим на красоту и плюс мы смотрим да на красоту в нашем понимании на красоту тела к чему я веду ведь гимнастика вы на основе спортивных достижений до показываете некую красоту мира вот может появиться какой-то российская версия мужской художественной гимнастики что это может быть она существует но только она не называется художественная гимнастика она называется мужская гимнастика у них совершенно другие правила но это более же как роботики с предметом это достаточно интересно это немножко так цирк уже я не могу сказать цирк это все равно спорт они все равно соревнуются цирк это по большому счету искусство а это все-таки спорта эти разделе то есть должны быть конкретно выполнены определенные правила системы подсчета оценок я не знаю насколько она популярна в россии мужская гимнастика но я знаю что она существует и развивается и мальчиков занимающиеся чтобы мы правильно понимали у мальчиков нет упражнения с ленточкой у мальчиков нет губашки и муж это по сути акробатика с предметами главная задача очень простая завершая нашу программу что возвращаясь художественной гимнастике к нашим девчонкам замечательным важно понимать что действительно вот ваш тезис главное попробовать наверно а вдруг опыт подсказывает что если мы возьмем биографию многих спортсменов не только в художественной гимнастике там где вот начинается разговор а я не хотела меня мама или там мама не хотела я уговорила один день один телефонный звонок 1 1 какой-то шаг может поменять всю жизнь и привести к вот этим слезам счастья да и тренера и его воспитанниц которые стоят на пьедестале почета ну а вам как президента федерации выдастся гимнастика это мы можем тут разговора разговор ставить по поводу вот давайте так далее то ваша очень важная работа серьезно отбор создание условий для того чтобы у нас художественная гимнастика как всегда по-прежнему оставалась на самом высоком уровне спасибо вам вашем лице всему тренерскому коллективу ну и думаю что у вас появятся новые спортсменки после нашей программы спасибо вам большое это была программа открытый диалог у нас гостях была наталья соколова президент федерации художественной гимнастики городского округа люберцы тренер сборной команды россии по художественной гимнастике президент ассоциации спортивных клубов московской области все он доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко а